Следующий проект. Проанализировав тренды, мы очень очевидно увидели, что очень большое количество людей будет сейчас невостребовано в новой модели индустриальной экономики, и поэтому мы решили сразу, что нужно заранее решать, как высвобождающиеся ресурсы люди будут использованы. Мы решили, что это будет биржа, это будет целая инфраструктура, которая в себе будет содержать возможности верификации человека, его идентификации как личности, оценки его трудового ресурса, и, конечно же, будет осуществлять клиринг, контроль и все остальное. Основной эффект для предпринимателей и крупных компаний, и для государства, как для потребителей этих ресурсов, это эффективное использование высвобождающихся ресурсов. Разумеется, субъекты это те самые лишние люди, государство и предприниматели. Ну, соответственно, для того, чтобы этот проект пошел в жизнь, первое, это нужно организовать пилотный проект, но в него сразу заложить принципы масштабирования, так, чтобы это действительно потом наслаивалось просто постепенно. Значит, здесь дальше агрегация баз данных, поиск высвободившихся ресурсов, вот, дальше это все постепенно начинает регулироваться государством, и, собственно, фискальные функции государства потом начинают осуществлять, надо это биржа, да? Дальше уже расширение списка потребителей, то есть начинаем с каких-то там нескольких компаний, предпринимателей, далее это уже предложение может быть актуально для крупных компаний, и так далее, и так далее. Значит, следующее у нас это включение обратной связи с использованием искусственного интеллекта, когда заранее искусственный интеллект на основе оценки того, какие технологии появятся и какие отрасли эта технология отключат, значит, что он дает рекомендации вот этим людям, что они скоро будут не нужны, нужно свои высвобождающиеся ресурсы направлять на биржу, тем временем, значит, себе повышать компетенцию. Вот, ну и в итоге это все должно превратиться в такую вот цифровую трудовую книжку, вот, и, собственно, прозрачный тоже реестр этих активов. Активом будет считаться время человека, его компетенции, и даже какая-то материальная вещь, которую он обладает. Вот, ну и в целом, все это должно отразиться на финансовом рынке в том, что, да, между взаимоотношениями, значит, предпринимателей, крупных компаний и самих людей роль банка либо нивелируется, либо вообще убирается, но если это все через блокчейн-технологии прозрачные, помимо. Все, спасибо большое, у вас еще на 110 минуты. А можно вам задать такой вопрос? Скажите, включена ли здесь какая-либо система переквалификации? Или вы берете человека с нами, какие были, там, бухгалтеры, да, он 5 лет уже работал, ну, не знаю, 10 лет работал бухгалтером и к вам пришел, и ничего, кроме как работать. Ну, мы подразумеваем, что этот человек здесь больше всего все-таки использует свои имеющиеся ресурсы, а сам тем временем, пользуясь образовательными ресурсами, которые за рамками этой системы уже появляются, он свою эффективность повышает. Единственное, вот эта система, если она будет с искусственным интеллектом, она, по крайней мере, заранее тоже будет ему рекомендовать, какие ему компетенции. Ну, просто если... Второй вопрос. Последний. Последний все-все. То есть, если профессия, как говорите, вымирает, вымерла, у него компетенции уже не нужны, и все. У него нет. Вот, у вас, например, на примере, человек, например, работал в какой-то возрасте, у него осталось навык вождения автомобиля, права, у него осталось автомобиль, у него осталось свои опыты. Коллеги, все. Все, спасибо. Есть последний, еще один вопрос. Да, пожалуйста. Можно я задам такой вопрос? Чем это отличается от Workzilla и прочих существующих пирсов финансов? Ну, они не решают самого главного, они все-таки работают с теми сейчас компетенциями, которые очень востребованы на рынке, и в основном, в принципе, компании просто используют... Наверное, почему есть экономическая причина, почему они работают с сетевыми компетенциями? Да. Вообще-то востребованные приносы деньги? Да. А как? Те, которые уже не востребованы? Ну, смотрите, остается human-ресурс, и остается у человека какие-то активы, и остается его время, пока он не нашел свой. Времени нужно его как-то использовать и решать эту чуточку заранее, строя систему, которую у нас имеют. И дальше, когда человек компетенцию развив такую, какая нужна в Русиле, там, в Решкан, 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 в Решкан. Да. 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 Их трудовой ресурс должен быть эффективно использоваться. Не, ну можно их в лагеря посадить. Решкан.